Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongames! Сегодня у нас очень маленький кратенький обзор одной из организаций, которая открылась на проекте Evolution. Организация мирного предназначения занимается коммерцией и бизнес-направлениями. Называется она, как вы видите, «Авантаж». Основное направление деятельности этой организации – это сбор ресурсов, переработка этих же ресурсов и изготовление алкогольной продукции. Также эта организация занимается и изготовлением вещевых контейнеров, которые ставятся в дома жителей этого проекта. Ну давайте уже зайдем и поближе познакомимся с этой организацией, посмотрим, где она расположена и как она выглядит. Ну и вот мы уже подходим к месту, где расположилась эта организация. Она расположилась практически в самом центре острова Тонова. И как мы можем заметить, здесь нету никаких высоких закрытых заборов, здесь все прозрачно и миролюбиво. И даже несмотря на то, что на момент съемки я не знал никого из этих людей, меня все равно, как видите, пропустили на территорию этой базы и в дружественной и очень такой спокойной атмосфере рассказали, объяснили о том, какая это организация, чем она занимается. Но называть это базой у меня не поворачивается язык. Это не база, это территория организации. Теплая и уютная территория организации. Но давайте все по порядку. И как видите, в центре этой территории стоит огромное четырехэтажное офисное здание. Да, это и есть офис этой организации. Проходим вовнутрь этого высотного здания и видим, что первый этаж занят баром и выделенной зоной отдыха для сотрудников и гостей этой организации. И вы знаете, действительно, вот в такой вот атмосфере уюта и тепла очень хорошо посидеть, поговорить после какой-то трудовой смены со своими друзьями, может быть, обсудить какие-то проблемы со своими коллегами по трудовому цеху, ну и тому подобное. Давайте смотреть дальше. Ну а дальше, друзья мои, мне было крайне интересно и любопытно узнать, как можно оформить офис в подобном здании. Заметьте, подобное здание не делается под офисом ни в одном проекте. По крайней мере, я вижу подобное впервые. Ну и надо сказать, что увиденное меня поразило. Нас встречает, как видите, огромный плазменный монитор. Кстати, у которого скоро появится полноценный функционал. На нем можно будет смотреть какие-то трансляции. Далее же, эта зона отдыха или ожидания плавно перетекает в кабинет директора, который выполнен тоже очень уникально. Добавлена интерактивная мебель. И вот как меня поразил вот этот стол. Посмотрите на его отражение. Красотища. Вот что можно получить из простого армовского объекта, не прибегая к сторонним зданиям, если вложить в это душу и толику креатива. Ну а я же на тот момент поймал себя на мысли, что я не хочу выходить из этого здания. Мне здесь нравится. Но, к сожалению, придется покинуть это уютное местечко, чтобы посмотреть на транспорт, который есть в этой организации. А транспорт, как видите, у них есть. Есть грузовые автомобили с нанесенным логотипом этой компании. Но это что касаемо грузового транспорта. Но в этой организации есть и представительский транспорт. И, как видите, это Гелендваген. И тоже с нанесенным логотипом. И, как мы можем заметить, выдержанный в цветах этой организации. Также можно заметить хозпостройки для хранения продукции этой компании. Там можно хранить переработанные ресурсы, или уже готовое сырье, или готовый продукт. На территории организации имеется и дополнительная зона отдыха, в которой на свежем воздухе можно проводить дружественные беседы, какие-то встречи, ну или просто обсуждение дальнейших планов или проблем, связанных с деятельностью этой компании, ну или экономику этого проекта. Ну а мне в целом очень понравилась эта организация. И то, как оформлены на территории, и офисы, и их направление деятельности. Слава богу, что это не воинственная организация. Я вообще поймал себя на мысли, что я, сидя здесь, с ними, разговаривая, чувствовал себя очень тепло и уютно. И виной тому не атмосфера, созданная здесь, на этой территории, а люди, которые состоят в этой организации. Это взрослые, адекватные, с хорошим чувством юмора парни, с которыми просто приятно побеседовать. И, кстати, набор в эту организацию открыт. Возрастных ограничений нет. Главное, чтобы вы были адекватным человеком. Так что, если кому-то понравилось, заходите. Заходите на проект, играйте, вступайте в эту организацию, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok